Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. Гран-при Фиде стартовал буквально сегодня. И одна из лучших партий сегодняшнего тура, вашему вниманию, партия двух российских шахматистов, двух блестящих шахматистов Володи Федосиева и Гриши Апарина. Так случилось, что они в одной группе. И сегодня Володя имел белый цвет. И разыграли каталонское начало, которое сегодня было одним из самых популярных дебютов. Я полагаю, что будет так и дальше. И после классического варианта черные без шаха на Б4 развили слоны на Е7, съели на С4, Ферзь С2 и пошли на вариант Б5. Ну что же, это встречалось неоднократно. И Гриша, очевидно, готовился к этому возможному продолжению. Володя также был хорошо подготовлен. И вот здесь после известных ходов, можно сказать, известной табии для топ-шахматистов, АБА6 возникла одна из ключевых позиций. Владимир делает правильный ход конь С3, самый амбициозный. В случае БА конь А6 на перевесе здесь белым говорить тяжеловато. И поэтому конь С3. Все это встречалось на топ-уровне очень много раз. И вот здесь после хода слона Д5 Владимир сделал достаточно редкий ход. Ход ладья Д1, который, судя по моей базе, встретился всего лишь раз. Но в этом ходе, безусловно, есть определенная идея, определенное зерно, как говорят еще. Дело в том, что белые препятствуют ходу С5. Также при случае они защищают пешку на Д4. Потому как основное продолжение в этой позиции – это ход конь С3. В этом случае черные меняют слона сильного СД5, препятствуют хода Е4. И забирают принципиально пешку на Д4. После чего, по большому счету, ничего здесь конкретного у белых нет. Позиция приблизительно равная, с ничейными тенденциями. У белых, можно сказать, номинально небольшой плюс, конечно, но не более того. Владимир Д1. Ход интересный. И вот здесь Гриша, судя по тому, как он задумался, сделал, в общем-то, ход, который встречается и в АБ. При обычном течении событий сделал ход С5. Понять это можно. Хочется скинуть эту пешку. Однако ход, возможно, не самый лучший. Хотя вполне возможно, он также и уравнивает, кто знает. Вместо хода С5 могло последовать конь С6. Ход конь С6 стоит неплохо. Белые, черные, точнее, готовы играть ферзь Б8, подключая ладью на Д8. И в целом у белых, наверное, если и что-то есть, то совсем мизер. После С5 возникает форсированная позиция. ДС, ферзь А5. Конь ФД4. Тоже важный ход. Белые теперь хотят при случае сыграть Е4. Черные должны забирать на С5. И возникает следующая структура. ЕД и Б3. Очень важный ход. Теперь мы видим, что у белых очень сильная фигура на Д4. И потенциальная слабость на Д5. По сути дела, привела к позиции, одной из критических позиций в партии, которая предопределила дальнейший ход борьбы. Гриша сыграл ладью на С8. Володин съел на С4. И вот здесь, пожалуй, черным стоило сыграть слону Ф8. Ход слону Ф8. И вот здесь черные уже готовы бить на С4 как пешкой, так и ладьей. И здесь совершенно другая ситуация, в отличие от той, которая случилась в партии. В партии же Гриша разменял сильного своего слона. Съел на Д4. И, по сути дела, предопределил такую структуру статическую, при которой у белых сильнейшая фигура на Д4, сильнейшее поле на Д4. Очень сильный слон. Оппонента у него в данном случае не будет. Слон вскоре расположится на большой диагонали. И, по большому счету, вот эта вот видимость равной позиции. Григорий хорошо защищает плохие позиции. Я думаю, что здесь он сыграл несколько беспечно. Потому как после ферзь Б1, конь Д7, слон Б2, перевес белых не вызывает никаких сомнений. И, как сказал Евгений Томашевский во время трансляции, здесь у белых не то, что нарисовался огромный перевес, но, в общем-то, дела черных в перспективе весьма печальны. Ну и вот в этой ситуации тяжело представить, что, возможно, стоило сыграть Ж6, отнимая поле Ф5, потому что в этом случае мы видим, что диагональ совершенно ужасна. Тем не менее, ход Ж6 здесь был. Но Григорий продолжил ходом ферз Б4. Конь Ф5. Мы видим, что конь теперь направляется как на Е3, так присматривается и к другим полям. Черные сыграли Аш5. Им нужно было делать форточку. Так или иначе, конь перешел на Е3. Ладья Е4. Тем не менее, после хода ферз А1, красивого классического хода, который берет под контроль движение пешки Д, очень все гармонично у белых, красиво. Черные сыграли оптимистично Аш4, но, в принципе, ход самый, что ни на есть, логичный. Хотя компьютерные программы предлагают более какие-то статичные. Продолжать, так сказать, поставить в пассивной обороне. Никаких, не производя телодвижения. После Аш4, слон Д4, Владимир просто усилил фигуру. Мы видим, что слон здесь очень здорово располагается. Вместе с этой связкой при случае белые готовы выгонять ладью с хорошей позиции и в дальнейшем подтягивать своего короля. В этой позиции Гриша осуществил критическую, по сути дела, первую серьезную ошибку, сыграв Аш3. И вот этот ход сложно объяснить, потому что, по большому счету, добраться до поля Ж2 или создать какие-то неприятности белому королю крайне непросто. И тем удивительнее этот ход, потому что впоследствии в Эншпиле, в любом Эншпиле представим, что все фигуры будут разменены, белые просто эту пешку съедают королем. Конечно, стоило либо побить на Ж3, либо оставить ее, как сказать, теребить этот фланг. Но вполне возможно, что стоило все-таки подменять фигуру. То есть, конечно, подменять несколько материалов. Да, в этом случае позиция хоть и пассивна, но весьма крепка. Однако, последовал ход Аш3. После Ф3, простого логичного хода, позиция, по сути дела, предопределилась. Вот здесь уже у черных тяжелейшая позиция, потому что кони друг друга дублируют, кони привязаны друг к другу. Конь с Ф6 не может никуда двигаться. Все поля ограничены. Король прекрасно расположен на Ф2. И, по сути дела, выигрыш технический на доске у белых на данной позиции не вызывает никаких сомнений. Ферзь Е7, Ферзь С3. Здесь, по сути дела, от белых требуется просто усилить положение своей ладьи. И так или иначе, в скором времени ходы черных просто-напросто заканчиваются. Григорий продолжил играть Ферзь Е6, ладья Ц1, продолжил стоять на месте, пребывал в роли статиста. Но Владимир здесь пока маневрировал в лучших традициях советской школы. Ладья Ц2, болезненный ход, защищает пешку на Е2. Профилактиком опять-таки Ферзь Е1. То есть здесь белыми можно делать много ходов туда-сюда, тем не менее позиция не меняется, просто тяжелая для черных. И вот попытался Григорий сыграть активно. Ферзь Б4. Володя предложил размен Ферзей. То есть без Ферзей, как я уже сказал, белый король просто к пешке Х3 приходит. Поэтому Ферзей желательно сохранить. Но в этом случае, тем не менее, белый продолжает улучшать позиции своих фигур. Ферзь Ж6. И здесь опять-таки мы видим, что черный Ферзь Мансил по всей доске вернулся на Ж6. Здесь ему совершенно делать нечего. Владимир продолжает погоню за разменом. Ферзь С2. Ферзь С6. И улучшает позицию Ферзя на Ф5. По сути дела, приговаривая черных к тотальному пассиву. Владя готова врываться на С7. Ферзь вне игры. Партия заканчивается. Конь Ф8. Как говорят, еще последовало. Владя Ц2. Опять-таки мы видим, что белый ничего, по сути дела, не сделали. Однако позиция черных ухудшилась в несколько раз. Конь ФД7. Теперь теряется центральная пешка. Ферзь Ж6. Владя Ц1. Опять-таки просто-напросто стоим дальше и наблюдаем за тем, как черным непросто. И после Ферзь А6. Ладья А1. Ферзь Ж6. Ладья Д1. Продолжил Владимир спокойно улучшение позиции своих фигур. Ферзь Ф5. Заходит за пешкой А3. И после Ферзь Ж4 нападает на мат на Ж7. Внуждает ход Ф6. Ладья А1. Ферзь Б5. Ладья заходит по седьмому ряду. Пешки на Д5 нету. Позиция как была, так и осталась. Ну и, в общем-то, после Конь Е6, Конь Ф5, Конь Ж5. Слон Е3. Здесь Григорий остановил часы, потому что угрожает взятие на Д7. С Шахом Конь ходить также не может под потерю на Ж7. Ну и, в общем-то, все очень печально. Ну вот такая вот партия. По сути дела, цена одной неточности. Быть может, Григорий перенапрягся и пытался сдержать порывы Владимира в равной позиции. То есть, надеялся, что он уравняет вот эту худшую позицию. Однако, это вот беспечное состояние, можно сказать, беспечное отношение, может быть, даже к позиции сказалось. Ну, с другой стороны, в первом туре всегда определенные нервы у всех присутствуют. Ну, сегодня нервы оказались крепче у Володи. Володя набирает первое важное очко. Ну, а Григорию стоит подумать, как вот завтра уже будет выступать белыми. Что же, отличная победа в плане позиционного стиля. Ну, в общем-то, ждем от Владимира новых достижений. Ну, и, в общем-то, пожелаем успеха нашим бойцам в этом нелегком гран-при. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok